Меня часто просят показать и рассказать истории немецких фашистов, которые после Второй мировой войны нашли в Аргентине свое убежище. Но правда заключается в том, что вся эта история началась намного раньше. Сзади меня находится лунопарк города Буэнос-Айреса. В марте 1938 года здесь состоялось самое большое мероприятие сторонников немецкого нацизма за пределами Германии. Тогда, в марте далекого 1938 года, еще до начала Первой мировой войны, здесь на стадионе этого лунопарка собралось более 20 тысяч сторонников Третьего рейха. Они праздновали присоединение родной Гитлеру Австрии к Германии. На большой сцене стояли 44 знаменосца, одетые в коричневые рубашки и повязки со свастикой. Позади, написанными готическими буквами, висел флаг с надписью «Хайльфюрер» и еще один со знаменитым гитлеровским лозунгом «Один народ, одна нация, один правитель». По обоим концам сцены развивались флаги Аргентины и Германии с большой свастикой в центре. «Хайльф Гитлер» ревела толпа, когда стадион заканчивал заполняться. Что же тогда происходило в Европе? Дело в том, что в 1938 году Гитлер решил объединить Германию и Австрию. Вот под этим лозунгом «Один народ, один правитель». И в этот период он рассылает по всему миру корабли, на которых могли бы проголосовать эмигранты из Австрии и из Германии, об объединении этих двух стран. И дело в том, что по всему миру это происходило в нейтральных водах. Но совсем иначе обстояла ситуация в Аргентине. Дело в том, что на тот момент в Аргентине проживало уже порядка 300 тысяч этнических немцев. Это была третья по численности этническая группа на территории Аргентины после Испании и Италии. И на тот момент уже действовало очень много немецких школ, немецких различных общественных учреждений. Да что там говорить? На тот момент в Аргентине уже действовали немецкие националистические организации. Так вот, голосование о объединении двух стран для немецких эмигрантов, проживающих на территории Аргентины, происходило уже непосредственно на территории Аргентины, на суше, а не в нейтральных водах, как это было с другими странами. На территории школ, многочисленных школ немецких, которые были на тот момент на территории Аргентины. И вход в эти школы, как это ни странно, тогда уже в 1938 году украшали флаги и Германии с нацистской свастикой, и флаги Аргентины. О том, какие знаменитые военные преступники скрывались на территории Аргентины по окончанию Второй мировой войны, я вам расскажу в следующем видео. Материал уже мной собран огромнейший, подготовлен. А сегодня в этом видео я хотела бы с вами рассказать и поговорить на тему, А почему такое количество военных преступников, причем самых опасных преступников, самых знаменитых преступников, нашли свое пристанище именно в Аргентине? Что происходило в Аргентине перед началом Второй мировой войны и во время Второй мировой войны? Именно об этом будет мое сегодняшнее видео. Это не история нацистских военных преступников, которые нашли свое прибежище в Аргентине после того, как к власти стране приходит Хуан Перрон, после участия в ужасных преступлениях против человечества, которые они совершали во время Второй мировой войны. Это история о другом. Это история о решительно настроенных нацистских немцах, проживающих на территории как самого города Буэнос-Айреса, так и его преимущественно в северных пригородах, которые распространяли по всей стране свои национал-социалистические лозунги и учения Гитлера еще до начала Второй мировой войны. Эту группу составляли нацисты, антисемиты и национал-социалисты. Часть этой истории нас приводит на виллу Бажестер, которая расположена в северном пригороде Буэнос-Айреса. Это сейчас тут нужно ходить с опаской, и я не решалась доставать камеру и снимать в открытую. Так, немножко, можно сказать, из-под тяжка все снимала. Но именно в этом городке процветала сеть нацистских шпионских немецких секретных служб СД и первых членов основателей нацистской национал-социалистической немецкой рабочей партии и ее шпионской сети, включающей ряд радиотелеграфных баз и загадочные подземные туннели, соединяющие разные убежища. В самом центре этого города в 30-40-е годы проживал Карл Фандрич, агент нацистской шпионской службы, как он себя представил, когда его арестовали в 1945 году. В соседнем городе Сан-Мартин у него был знаменитый книжный магазин с большим ассортиментом книг нацистской направленности, порядка 10 тысяч экземпляров. Дело в том, что у Фандрича была и своя типография, поэтому мог развернуться. В этой книжной лавке собирались члены немецкого трудового фронта, нацистской профсоюзной организации, которая в 1941 году насчитывала на территории Аргентины более 10 тысяч членов. Откуда такие цифры? Дело в том, что Третий Рейх был тоталитарной диктатурой, которая стремилась сформировать своих подданных, где бы они ни находились. Поэтому в то время членство в нацистской организации было почти вопросом, быть или не быть. Отсюда и столько сторонников этого режима. Поклонники фюрера проникли в немецкую систему образования на территории всей Аргентины. На тот момент, к началу Второй мировой войны, в Аргентине было порядка 200 немецких школ, в которых обучалось около 13 тысяч детей. На входах в эти школы висели как аргентинские флаги, так и немецкие флаги, и уже со свастикой в центре этих флагов. Кроме того, в самих школьных помещениях рядом с портретами великого освободителя всей Аргентины Хосе Сан-Мартино висели портреты фюрера. То есть уже в тот период дети, которые получали образование, немецкие, понятно, дети, да, дети немецких эмигрантов, которые получали образование в немецких школах, их полностью пичкали вот этой вот нацистской идеологией Третьего Рейха. Кроме того, в этих школах, в учебниках, которые были написаны на немецком языке, в учебниках географии говорилось о том, что население Аргентины состоит только из индейцев, их потомков, и из немцев. То есть других национальностей, других этнических групп, согласно этим учебникам, на территории Аргентины не существовало. Одна из немецких газет, издававшихся на территории Аргентины и, соответственно, на немецком языке, поэтому не могу произнести ее название, рассказывает о том, что в одной из немецких школ в честь праздника выпускников присутствовал один из немецких дипломатов на территории Аргентины, и вот он был полностью одет уже в фашистскую форму, произнес речь под флагом, под немецким флагом, на котором была изображена свастика, а дети, соответственно, эту речь приветствовали с вытянутой вперед правой рукой. Вот такая ситуация была на территории Аргентины к началу 1938 года. А что же правительство? А в этот период уже правительство тогдашнего президента Роберто Ортис получает огромнейшее давление извне, и поэтому он просто вынужден был вмешаться в работу иностранных школ, которые находились на территории Аргентины. Но ведь зерно уже было давно посеяно. Тем не менее, правительство Аргентины добилось того, чтобы прекратить денежный поток с территории Германии, который финансировал деятельность всех вот этих немецких не только школ, но и прочих социальных учреждений, которые создали на территории Аргентины. И в Аргентине началась целая прям культура отмены, отмены немецкой культуры. Люди подозревали каждого, кто говорил по-немецки. Дошло даже до того, что в тот период на территории Аргентины проживало 50 тысяч евреев, которые были выходцами с территории Германии, которые, соответственно, тоже говорили на немецком языке. Вот даже они попали под ту раздачу, которая началась в Аргентине уже где-то примерно 1939-1940 год, ближе к началу Второй мировой войны. Аргентинцы не очень любят поднимать эту тему в сегодняшнем времени. Это касается и местных фашистов, которые проживали на территории Аргентины до Второй мировой войны. Не любят поднимать цену, не любят поднимать тему о приеме военных фашистских преступников после Второй мировой войны. Но откуда известны такие вот подробности, что на самом деле происходило в том или ином месте? Да, я в следующем видео вам покажу некоторые дома, в которых проживали самые опасные преступники, самые кровавые преступники Второй мировой войны, которые нашли свое убежище на территории Аргентины. Поэтому, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Следующий выпуск будет очень насыщенным, со страшными историями, которые происходили здесь, на территории Аргентины. Так вот, откуда же сегодня все это известно? Дело в том, что есть некоторые смелые журналисты, которые занимаются этими расследованиями, и побудило их к этим расследованиям, особенно вот на вилле Бажестера, о которой я сегодня в том числе рассказываю, это то, что в 1990-х годах там произошло несколько обвалов домов или части домов, стен домов, в те самые тоннели, которые были прорыты немецкими эмигрантами, которые состояли в этих национал-социалистических немецких партиях. Они прорывали эти тоннели, чтобы можно было между собой как-то там общаться, перемещаться, потому что, как я уже только что сказала, что со второй половины 1938 года начинается политика запрета, начинается политика отмены вообще немецкой культуры, и сторонникам Третьего Рейха приходилось как-то шифроваться, приходилось прятаться. Именно поэтому под этим городом были прорыты целые тоннели, огромнейшие тоннели, но время идет, и через, получается, сколько там, 60 лет, да, они были построены, тоннель в конце 1930-х годах, а в 1990-х годах некоторые дома начинают обрушаться в эти тоннели. Есть тоже конкретные адреса. Я вот вчера, когда начала делать подводки к этому видео, ходила там, но, если честно, никакого желания достать камеру и снимать у меня не было, ну, достаточно опасные районы на сегодняшний день. И вот, когда в 1945 году заканчивается Вторая мировая война, и нацисты пали не в милость абсолютно по всему миру, соответственно, и на территории Аргентины, потому что тогда еще к власти не пришел Хуан Перрон, это будет годом позже, по всей стране начинается полная отмена нацистов, полная отмена вообще, можно сказать, немецкой культуры. Очень многие немцы в этой вот, на территории этой вижи Бейштера, вынуждены были продать свои дома, и разъехались по всей Аргентине, а кто-то уехал и в другие страны. А с тех пор, как бы, начинается новый этап в истории этого населенного пункта, который, говорят, есть старый Бейштера, это относится к тому периоду, когда там в основном проживали немцы, и там вот этот процветал нацизм. Сегодняшний социум этого населенного пункта, естественно, он старается как можно дальше отдалиться от той самой истории. Да, очень многие новые хозяева, владельцы домов, которые покупали их у немцев, они знали, у кого они их покупают. Но они даже и представить себе не могли, что иногда скрывается за стенами их домов. И вот когда в 1990-х годах начали некоторые дома обрушаться, вот рассказывает один из хозяев, что когда у него рухнула стена дома, он увидел, что она рухнула не просто в какую-то яму, а что из этой ямы идут тоннели. Вот он начал там ходить по этим тоннелям. Помимо того, что это были просто тоннели, там были целые комнаты. Мало того, эти комнаты даже имели какие-то свои секретные стены, открывая которые, можно было попасть еще в какие-то подразделения. То есть вот эта немецкая община нацистской направленности, которую поддерживали Третий Рейх, поддерживали Фюрера, они готовили там для себя убежище, готовили бункера, так, по-моему, правильно говорить. Ну и поскольку я сказала, что политика отмены немецкой культуры началась еще перед Второй мировой войной, под действием международной общественности, то и на протяжении первой половины 40-х годов членам нацистско-демократической партии приходилось прятаться и достаточно интенсивно пользоваться этими тоннелями и подвалами. И вот эти тоннели, они соединяли между собой очень многие дома, не только на одной и той же улице, но и на соседних кварталах. Во времена Второй мировой войны за фашистскую Германию ушло воевать полторы тысячи аргентинцев. На стороне союзников воевало четыре тысячи. За моей спиной находится дом, как видите, он в немецком стиле, сохранившийся до сегодняшнего дня. В 30-е годы проживала семья Шекенбах. Ее глава Вилли Шекенбах родился на территории Германии, а вот оба его сына уже родились непосредственно в этом доме. Вилли Шекенбах был активным участником немецкой фашистской организации на территории Аргентины. Но в силу своего возраста, он родился еще в 19 веке, он не пошел на фронт Второй мировой войны. А вот оба его сына, еще не достигшие и 20 лет, отправились в Европу. Они воевали на территории Нормандии и были убиты во второй день сражений, поскольку известно, что они находились на передовом фронте. Младшему из них было 17 лет. И оба сына его захоронены на территории Нормандии. Что стало самим Вилли Шекенбахом после Второй мировой войны, неизвестно, поскольку он покинул территорию Аргентины, а куда дальше лежал его путь, никому неизвестно. Это одна из многих историй, как, будучи аргентинцами по рождению, но этническими немцами, отправлялись на передовую во времена Второй мировой войны, чтобы воевать за фашистскую Германию. Таких историй было порядка полутора тысяч. Это истории абсолютно молодых парней, которые выросли в окрестностях Монро или Баэстера, и которые отправились в Европу, чтобы найти там свою смерть, сражаясь за идеи национал-социализма. О них очень мало что известно, в силу того, что Германия является проигравшей стороной, а потому большая часть семей, кто потерял своих детей, уехавших в Европу воевать за Германию, они просто об этом не рассказывают в силу стыда, стыда за то, что сколько горя принесла Германия, и что их дети сражались за страну, которая совершила столь ужасные преступления. И потому тысячи историй, они останутся просто погребенными в глубине веков. С другой стороны, может возникнуть вот такой вопрос. К началу Второй мировой войны на территории Аргентины проживало 300 тысяч этнических немцев. 200 тысяч из них уже родились на территории Аргентины, а потому свое образование они получали в местных немецких школах, в которых, как я уже рассказывала, все образование было просто пронизано идеями Третьего рейха, идеями национал-социализма. Около 90% немецких различных культурно-просветительских учреждений, школ, клубов и так далее, они просто были полностью в духе Третьего рейха. Вплоть до того, что, как я тоже уже об этом говорила, на входе в школу висели не только аргентинские флаги, но и немецкие красные фашистские флаги со свастикой посередине, и в школах также висели портреты Гитлера. Почему так мало аргентинских немцев отправляется воевать за Германию? Дело в том, что моря и океаны в тот период, в период начала Второй мировой войны, они не были свободными, они полностью контролировались военно-морским флотом Англии. И вот эти корабли, они просто следили за тем, чтобы этнические немцы, в том числе проживающие в разных странах Южной Америки и где-либо в других странах, чтобы они не попадали в Европу. Но, тем не менее, не все полностью было под блокадой Англии. Были некоторые свободные торговые пути, которые в основном использовались испанцами и португальцами, и вот именно на вот этих вот испанских и португальских кораблях безбилетниками аргентинские немцы попадали на территорию Европы. Почему безбилетниками? Ну, потому что также эти корабли частично контролировались англичанами, и поэтому пребывать на них с билетами, которые были куплены на немецкие имена, было невозможно. Поэтому вот так вот зайцами достаточно сложно этнические немцы, проживающие не только в Аргентине, как я уже сказала, на территории всей Южной Америки и в других странах, но мой блок все-таки это блок о Южной Америке и об Аргентине, такими путями они попадали на фронта Второй мировой войны. И да, как я уже сказала, еще 4000 аргентинцев сражались на стороне союзников, то есть против фашистской Германии. Именно вот такая идеологическая обстановка, которая сложилась в Аргентине к началу Второй мировой войны, она и послужила тем, что на территории Лунопарка проходило вот это вот ужаснейшее мероприятие, в котором участвовало 20 тысяч человек, которые под флагами фашистской Германии, скандируя приветствие фюреру, распевали гимн Аргентины. И именно вот эта ситуация, она и послужила тому, что на территории Аргентины была, можно так сказать, благоприятная почва к концу Второй мировой войны для приема здесь одних из самых страшных военных преступников, которые после Второй мировой войны нашли свое убежище на территории Аргентины. Об этом будет мой следующий выпуск, который выйдет на следующей неделе. Так что не забывайте, подписывайтесь и задавайте под этим видео свои вопросы, которые... Потому что материала огромное количество, которые я могу осветить, рассказать. Поэтому пишите все, что вас интересует. Самые интересные вопросы буду собирать. И сделаю еще отдельный выпуск с ответами на ваши вопросы, как под этим видео, так и под следующим, в котором я расскажу о тех фашистах, которые нашли свое убежище в Аргентине и о том, находился ли на территории Аргентины Гитлер или нет, откуда пошли все эти теории и так далее. То есть будет очень много интересного в следующем выпуске. Так что до новых встреч. С вами была ваша Елена Вивас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова